А можно ещё один том? Аткинсон просто чёрного богини. А здесь есть диалоги. Одна из наиболее сильнейших женщин в литературе. Всем привет, меня зовут Синжанна и прочитанная за декабрь. Сразу предпреждаю, оно будет, скорее всего, очень долгим, потому что у меня 17 книжек. Даже если учесть, что 5 я прочла в марафоне 24 часа 4, про них рассказывать не буду. Всё равно книжек очень много, потому что они прям все очень замечательные. Поэтому готовьтесь, да, потому что видос будет очень длинный, как я люблю. На декабрь у меня получился очень классный, действительно, такой весь прямо насыщенный. И в том числе благодаря тому, что я была в отпуске, естественно. Но начала декабрь с Элиф Шафак. Это 10 минут 38 секунд в этом странном мире. Это турецкая книжка, достаточно популярная. Когда её издали, она часто мелькала на Буктюбе. Можно увидеть её у многих ребят. Я тоже очень сильно хотела её прочитать. Сначала её нигде нельзя было доставить в электронном формате, только в аудио. В результате вот я всё-таки её нашла и прочитала. И это было разочарование. Я поставила 2 из 5, потому что для меня, не знаю, может быть, я многого ожидала. Может быть, потому что я хотела, чтобы мне тут выдали очередного Памука. Мне интересно всегда знакомиться с турецкими авторами. Я читала Памука и читала, забыла автора, роман называется «Стамбул, Стамбул». И я, когда начала читать Шафак, мне хотелось чего-то такого. Я даже готова была сделать скидку на то, что это женская проза. Немножечко сексизма вошло в чат. Но даже как женская проза, это всё равно было очень странно, очень невразумительно. Там сюжетно, действительно, в мусорном баке мальчишки утром находят проститутку. Она как бы, сердце у неё уже остановилось, и её мозг всё ещё живой. И вот она эти 10 минут 38 секунд вспоминает свою жизнь. Вспоминает свою жизнь и детство. В маленькой деревне, в сложной семье, где у её отца было две жены, одна из которых её мать. Как её забрали у её матери, её воспитывала, на самом деле, первая жена. Как она узнала, что это, на самом деле, не её мать, а её мать — это вторая жена. Как её отец потом стал религиозным фанатиком. Как она познакомилась с соседским мальчишкой и так далее. Время действия — это всё где-то 50-е, 60-е, что ли, или 70-е. Как она уезжает в Стамбул. И в Стамбул она знакомится с несколькими людьми. Пять у неё друзей, про которых она про каждого рассказывает. Там есть карлица, там есть трансвестит, есть кто-то ещё. Вроде бы всё это симпатично и неплохо в идее, но выполнено очень неполноценно как-то. Потому что, с одной стороны, да, здорово, что она раскрывает своих друзей, а с другой стороны, она раскрывает их в каком-то маленьком кусочке, вот в этой маленькой главе, которая посвящена её, одному из её друзей. И этой главы не хватает. А в эту главу она пытается засунуть всё. Всё об этом друге, о его детстве, как приехала в Стамбул, как они подружились. Ну, такое. Плюс, конечно же, это очень сильный роман про повестку. Там прямо видно, что вот здесь у нас феминизм, а вот здесь мы про меньшинства, а вот здесь мы про сложную-сложную судьбу женскую в Турции. Очень натужно, очень искусственно, очень сумбурно. Не знаю, мне не понравилось. Там нет Стамбула, вообще как бы ты его не чувствуешь, поэтому было разочарование 2 из 5. То есть это было не совсем настолько плохо, что я бы поставила 1 из 5, но 2 из 5, не больше. Потом я прочитала Томаса Мана, Буду имброки. Это вот всё было начало декабря, когда я ещё была в городе. Мне понравилось. Прекрасный роман. Очень легко читается. Я поставила 4 из 5, потому что мне не хватило масштабности. Под конец романа я прям чувствовала, что можно ещё один том, потому что в книге рассказывается про почти 4 поколения мужчин одной семьи раскрывается, плюс раскрывается сестра в одном из поколений, сестра одного из героев, её странное замужество, где немножечко ручкой машет Диггинс в её мужьях. Там, конечно, такие истории. И вот не хватило. Вот под конец мне хотелось бы, чтобы, да, Ман здорово написал внутренний мир героев, но мало. Мне хотелось, чтобы он побольше написал. Вот там, где в саге о форсайтах мне вполне себе было окно вам читать два этих гигантских тома. Я люблю большие толстые романы, тем более семейные романы. Вот здесь хотелось бы, чтобы так же. Ну, как минимум, ещё один том, чтобы мне дали. Очень мало. Единственное, что, конечно, мне очень понравилось, как там выписано детство. Там выписано в самом последнем поколении, в мальчике, уже в четвёртом мальчике из мужчин этой семьи. Там описывается его Рождество, когда он маленький, описываются его каникулы на море, когда он маленький, описывается его школьный опыт. И, конечно, там, где ты уже такой разошёлся, и вот сейчас, сейчас его опишут, и опишут прекрасную нежную гейскую любовь с его лучшим другом, роман заканчивается. Ты такой, что? В смысле? А где ещё книга? Вот в таком духе. Поэтому четыре из пяти. Но очень легко, ничего сложного, замечательный пирожочек немецкий. Поэтому почему бы и нет? С удовольствием прочитала. Потом я перечитала, дочитала сумеречную сагу Стефани Майер Затмение, Рассвет. Ко мне на тот момент уже наконец-то приехало переиздание, сразу же взялась дочитывать. Это две самые мои любимые части из саги, потому что, мне кажется, они самые полноценные. Больше всего я, конечно, обожаю Затмение, в том числе и потому, что я обожаю в экранизации именно третью часть. Четвёртую часть люблю в тексте, но не люблю экранизацию. Не потому, что они там напридумывали, а потому, что их ужасно там загримировали. Просто бе. Ну, это просто мой антидепрессант. Как вы знаете, я с удовольствием это перечитала и закрыла. На 2021 год перечит Майер. И потом я взялась за главный труд читательский моего отпуска. Это вот это. Это Питер Акрайт и его Диккенс. У меня были причины прочитать именно в 2021 году, срочно прочитать его, потому что я очень сильно хотела прочитать вот этот роман Дэна Симонса, Друт или Человек в чёрном. Когда я начала читать этот роман, я поняла, что мне не хватает глубокого погружения в биографию Диккенса. Я поняла, что я лучше это откладываю и срочно читаю вот это. Давайте сначала немножечко всё-таки про издание, потому что, когда я дочитала этот гигантский том, его очень сложно держать, он очень тяжёлый, я поняла, что подобное издание роскошное, очень хорошая бумага, хорошая обложка, заявка на классические издания с вот этим вот тканевым корешком. Всё это настолько представительно, и при этом здесь ужасная вычитка. Здесь столько опечаток, которые очень сильно бросаются в глаза. Даже в разделе иллюстраций, этих разделов два, и они очень тоненькие, там есть опечатка, которая сразу же бросается в глаза, там вместо год написано гоа. И всё в таком духе. Не знаю, это какой-то очень большой минус, я разочарована в плане издания, что здесь очень плохая вычитка, могли бы как бы и получше вычитать. Даже я заметила эти опечатки. Очень жаль, что они так поторопились. Но это не значит, что я эту книгу выкину. Нет, конечно. И если вы думаете, что ой, ну здесь просто очень большая верстка, поэтому книга толстая, или здесь много иллюстраций, поэтому книга толстая и большая, нет. На самом деле, это всё текст. Текст достаточно плотно свёрстанный, текст с достаточно нормальным шрифтом, небольшим. Это просто гигантская книга, просто гигантский труд про Диггенса. В плане издания, кстати, мне бы ещё хотелось отметить минус. Из-за того, что они взяли очень плотную, хорошую бумагу, из-за того, что они такой крышок сделали, плотный, тоже тяжеловатый, читать эту книгу, иначе как сидя за столом, её невозможно. Её невозможно читать в кресле, невозможно читать на диване, её невозможно держать в руках, начинает всё отваливаться. Поэтому только как студент. Сели за стол, раскрыли, и сидите читаете. Можно её читать, скажем так, в течение месяца, допустим, по вечерам, или по утрам, или просто в перерывах, по голове, и так вот потихонечку почитывать. Я же решила, что мне в отпуске, чтобы всё это не растягивать, потому что я знаю, что если я возьмусь так читать, я могу разднуть и на год. Я лучше всё прочитаю залпом, и для этого мне пришлось, если брать чистые дни, дней 4-5, сидеть за столом с 9 утра до 7 вечера. То есть я реально садилась в 9 утра, как когда-то в студенческие времена, открывала вот так вот, этот талмуд раскрывала на столе, и сидела, читала. Только так можно было прочесть эти тысячи страниц в достаточно быстром темпе, быстро закрыть в начале отпуска этот пункт. Что касается того, как написана эта биография, эта биография, безусловно, для фанатов, потому что, если вы не читали роман и Диккенса, если вам он не интересен, если вы не хотите о нем что-то глубже, больше узнать, то, мне кажется, просто не стоит тратить почти неделю своей жизни на нон-фикшн, поэтому такое. Но как фанат, это, конечно, огромное удовольствие. Если вы фанат, мне кажется, вот это вот просто must read, must have, не знаю, что еще, это лучшее, что может быть для фаната Диккенса, именно вот эта биография. Акрайт настолько автор, подходящий к написанию нон-фикшна, действительно достойна, что можно его бесконечно только за это уважать. И здесь в самом начале он пишет о том, что он прочитал всю переписку Диккенса, что он перечитал три раза специально для этой работы все произведения Диккенса, сборники рассказов, рождественские повести, романы, что он прочитал, естественно, биографии Диккенса, существующие, все воспоминания, которые были написаны о Диккенсе. Это огромный объем подготовки для того, чтобы написать вот этот огромный труд. И самое-самое восхитительное в этой биографии это то, что Акрайт очень объективен, это очень объективная биография. Он относится к Диккенсу с огромным уважением как к автору, как к человеку, который действительно умел работать. Здесь нет каких-то, знаете, осуждений в стиле «Я стою в белом пальто и осуждаю Диккенса за то, как он относился к своей жене или к своим детям взрослым». Или, допустим, здесь нет вот этих вот розовых очков какого-то, что Диккенс, боже, невозможно, как же так, это самый гениальный автор, обожаем и невидим того, каким он был человеком. Этого тоже вот нет, это просто роскошь, потому что нет ничего в нонфикшене лучше, чем когда это интересный рассказ, это очень интересный рассказ, иначе я бы вот так не смогла просидеть с 9 утра до 7 вечера каждый день. А с другой стороны, это действительно настолько доверительное чтение, ты читаешь и ты доверяешь, ты прям чувствуешь вот это чувство доверия к автору, что здесь нет фактологических ошибок, что здесь нет каких-то эмоциональных вывертов автора нонфикшена, в общем, любовь и роскошь. В плане того, как восстанавливает фигуру Диккенса в этой работе Акрайт, он подходит со стороны очень тщательного воссоздания его жизни, его будней, потому что Акрайт выдвигает теорию, что Диккенс вдохновлялся именно в жизни для своих романов, и только, в общем-то, правда, что его встречи, то, что он видел, места его обитания, его жизненный опыт, даже какие-то фразы, даже то, мимо чего он просто проезжал, это все потом так или иначе его вдохновляло, появлялось в его романах, и Акрайт поэтому восстанавливает чуть ли не понедельно жизнь Диккенса, и при этом анализирует его роман и показывает, где вот в романе вот это место, оттуда из жизни Диккенса, а вот это место, вот этим он вдохновлялся, и поэтому здесь, ну, максимально, максимально раскрыта жизнь Диккенса. Он здесь показан как писатель, как гений, как трудяга, как журналист, как отец семейства, как муж, как просто мужчина, вдохновленный родственной любовью, как друг, как путешественник, как член общества, и Акрайт очень классно описывает то, как в Диккенсе сосуществовал, например, расизм, ярый расизм, и при этом вот это его переживание за всех этих сироток, бедных людей, как он им помогал, и так далее. И вот везде так Акрайт раскрывает одну сторону личности Диккенса, восхищается ей, но при этом показывает, что, но вот он еще и был таким вот сложным человеком, и это очень здорово. А еще помимо этого он раскрывает Диккенса в контексте Лондона, в контексте его эпохи, и в контексте истории именно британской в том числе. я не знаю, это просто труд с большой буквы и настоящее наслаждение, да, если вы фанат Диккенса. Очень сильно вам рекомендую, если вы таковым являетесь. Это было очень яркое переживание в моем читательском 2021 году. В общем, вот в декабре я взяла и прочитала. Просто сама не могу поверить, что я это сделала. Потом я прочитала Энн Тайлер, Случайный турист, я поставила пять из пяти. В общем, закрыв этот гештальт по Диккенсу, я пошла дальше читать разные маленькие симпатичные романы. Я прочитала Случайный турист, и подумала, что, наверное, из всех романов Тайлер, которые я читала, это действительно милый роман. Потому что обычно я не согласна с теорией, что Энн Тайлер это про уют, это про уютное зимнее или уютное осеннее чтение. Потому что для меня Энн Тайлер пишет очень горькие романы о семье. То есть она, да, с надеждой, то есть это не совсем уничижительный Франзен, но в ее книгах достаточно горечи, по крайней мере, я ее там вижу. И для меня всегда Энн Тайлер уютное, это какой-то оксюмарон. А вот это действительно милая книга. Наверное, из всех книг Энн Тайлер она горькая в начале, но во второй половине она скрывается таким образом, что появляется какая-то действительно очень светлая надежда. Не просто надежда, что жизнь продолжится, но люди останутся такими же, а надежда на то, что жизнь может быть сменится и в лучшую сторону. Здесь раскрывается мужская пара, которая не может пережить смерть сына. Сына у них убивает грабитель в какой-то кафешке, что ли. И вот они спустя какое-то время уже похоронив его, едут в машине и понимают, что им нужно разойтись. Все, и дальше мы остаемся наедине с главным героем. То есть у нас здесь на самом деле раскрывается не со стороны и жены, и мужа, а только со стороны мужа. И просто как он переживает вот это событие, как он переживает смерть сына. Очень классно описано, как он переживает вот это свое внезапное одиночество, и как он с помощью манипуляций со своим бытом пытается это пережить, как он заново в своей памяти восстанавливает сына, всю любовь к нему, а не только страх за его жизнь. Как он совершенно потрясающе общается со своей семьей, со второстепенными персонажами, потому что они здесь очень яркие, очень классные. Это его сестра, это его братья, это его шеф, как он знакомится с женщиной совершенно какой-то неподражаемой. И Корги, и собака, Эдвард, пёс Эдвард, это пёс как бы сына, с которым он никогда особо не ладил, но после смерти сына пёс остаётся с ним, и он начинает в общем-то с ним строить отношения заново. И как вот этот пёс становится его важнейшей частью жизни, это просто тоже очень-очень мило. Действительно, это очень-очень милая книжка, на удивление, и это было очень приятно. Она очень небольшая, и очень советую. Вот если вы действительно ищите уютную Тайлер, то, наверное, вот этот роман да. Всё остальное, что я у неё читала, нет, не настолько уютное. Потом я прочитала, наконец-то, Джулиана Барнса «Открой глаза». Это сборник его эссе, посвящённых искусству. И это книга про очень-очень-очень вкусовщину, потому что в основном он здесь, конечно, пишет про французских художников, причём он пишет не только про самых-самых известных в стиле Дега, Мане, но ещё и пишет про Вюара, Фонтен-Латура, Бонара, Редона, в общем, вот этих вот всех чуваков, которых обычно не знает какая-то массовая что ли публика. Плюс он здесь пишет про Охочкина, насколько я помню, и про Фрейда, это современные ему художники британские. Это просто эссе разные. Где-то он раскрывает именно личность художника через его работу над одной картиной, где-то он раскрывает личность художника через посещение самим Барнсом его крупнейших выставок, где-то он раскрывает личность художника и своё отношение к нему через опровержение определённой точки зрения популярные об этом художники. И вот так вот постоянно на протяжении всей этой книги и когда ты её читаешь, это, во-первых, огромное наслаждение для искусствоведа, потому что это действительно разговор об искусстве, это разговор о том, как если бы вы могли пойти с кем-то в музей, с кем-то интересным, с каким-то интересным человеком, который умеет видеть, и вы с ним разговариваете о том, что вы видите. С другой стороны, это наслаждение для человека, который любит интересную литературу, интересный нонфикшен, в том числе, потому что, ну, Барнс — мастер слова, вообще никаких сомнений. И это просто интересно, потому что Барнс действительно мастер видения, мастер обсуждения того, что он видит, восторг, восхищение, прямо, я не знаю, это огромное удовольствие, и ты чувствуешь, насколько Барнс любит действительно искусство, и как это является частью его жизни. Потрясающая книжка, очень сильно вам советую, если вы любите хорошую литературу, если вы любите искусство, если вы любите французов, кстати, потому что здесь большинство — это французские художники. Чувствуется, что Барнс не очень сильно любит Пикассо, но это, опять же, книга про вкусовщину Барнса. Потом я прочитала Кейт Аткинсон «Чуть свет с собакой вдвоем», поставила пять из пяти, это четвертая часть из серии «Детективные» про Джексона Прауди. Ну, традиционно, как вы помните, я постоянно говорю, что эти детективы — это не совсем как бы детективы. Мое восхищение Аткинсон не только за то, что она каждый свой роман старается сделать каким-то отличным от предыдущих, то есть она берет какую-то другую тему, по-другому работает. Мое восхищение Аткинсон в том, что она даже в детективах это делает. У нее есть одна серия, но она абсолютно разная, абсолютно про-разная. И здесь у нас появляется тема маньяка. Это как бы, да, в стиле, знаете, у нас есть убийство проституток, в стиле у нас есть здесь такой ужас, которому завидовали бы сами скандинавы, но при этом это не просто книга про маньяка, нет, совсем нет. Это вообще что-то совершенно другое. Это, естественно, книга про женщин, и здесь появляется такая, знаете, боебаба полицейский, которая всю свою жизнь потратила на полицию и только уже на пенсии открыла в себе какую-то совершенно нежную любовь к одной маленькой девочке. Совершенно потрясающие образы, опять же, почему она здесь появляется с собакой, образ собаки Джексона. Потрясающе раскрывается тема двойника Джексона, здесь появляется вот эта тема. Тема сокровища, тема стихов Эмили Диккинсон. Этот образ девочки, которая постоянно машет фейской волшебной палочкой и благословляет разные дела персонажей. То есть это все настолько, опять же, много, полно, интересно, про разные... Вот, я не знаю, Аткинсон просто черного богини. Как всегда, это очень насыщенный, сочный, плотный, красивый, легко читаемый. Черчилль, не трогай мою резинку. A few inches later. Мое восхищение, мне осталось зачитать пятую часть и просто снова перечитывать. Джексон Броуди, мужчина моей мечты. Потом я прочитала пять книжек в марафоне 24 часа чтения. Вот, получается, у меня тут Микелье Медамба, Нэнди Семитф от «В поисках любви», Вик Дис Йо от «Песня учителя», что еще, Наталья Азулия Титбериннику не любил, и «Завтрак у Тиффани» Труменкапот, и здесь еще «Голоса травы», то есть здесь две его повести. Ничего про это говорить не буду, у меня есть отдельный выпуск 24 часа чтения, можно сходить туда, если вы не смотрели, поднять немножечко статистику этого видосика, получить небольшой заряд зимы, и я там все рассказываю подробно про эти книги. Поэтому, да, очень сильно вам советую действительно этот выпуск, потому что книжки оказались все просто прекрасные, обожать, любить. За 24 часа, что-то возьми, я прочитала пять книжек. Потом я прочитала на селе Пруста по направлению к Свану, между прочим. Просто я вот 24 часа чтения закончила, книжки все были достаточно легкие, и я поняла, что можно уже все-таки браться из-за Пруста. Это не моя книжка, я взяла ее подруги. Я периодически посматривала на Пруста, что надо как бы его и прочитать, но все откладывала. А потом со мной случился видос Алисы, и Алиса вообще человек, который обожает Пруста. Это первое, что ассоциируется у меня, когда я слышу Пруста, это Алиса. Я помню, что я посмотрела ее видос, где она читала, по-моему, третью книгу цикла, что ли. Она там рассказывала про ее подход к Прусту, и видос, конечно, настолько вдохновляющий, что я такая, все, короче, в отпуске, я срочно одалживаю книгу и читаю первую книгу этой его знаменитой эпопеи. У меня не оставалось особых воспоминаний, скажем так, со старших классов школы, когда я пыталась его читать. В старших классах школы я просто училась в специальном учебном заведении, где у нас было очень много литературы, и у нас были прям отдельные предметы из серпежной литературы, полноценные. Там мы проходили много. Я много еще дополнительное читала, потому что у нас были дополнительные списки. Так вот, я пыталась читать просто, но на тот момент я, конечно, все-таки, мне кажется, была абсолютно не готова, и это, я бы не сказала, что это идеальное чтение для 17-летней девочки, даже для упора для 17-летней девочки. То есть, мне кажется, понимаешь все прелесть этой книги, только когда у тебя появляется читательский опыт, жизненный опыт и так далее. Еще, конечно, это французская литература. С французской литературой у меня все максимально сложно, но на удивление здесь все было ок. Хотя, честно, я не готова глотать просто-просто по книге в месяц. Я буду, наверное, читать по книге в год. Вот меня это вполне устроит. Почему-то вот, да, со школы у меня не сохранилась какая-то полноценная память об этом тексте, как он выглядит. И в течение остального времени складывается вот это вот впечатление, что просто это что-то неподъемное. Что человек, который читает просто, это просто ого-го, что просто-то прямо ого-го, что, божечки, я вот однажды возьмусь и прочитаю просто. Что я сделал самое главное в своей жизни, я прочитал просто. Слушайте, ребята, нет, расслабьтесь. Это хорошая, спокойная, нормальная литература. Ну, то есть, я не считаю, что это неподъемная литература. Прекрасно написанный текст, очень легко читаемый. Окей, ладно, тут я немножечко слукавила. Он не настолько легко читаемый. Если вы плохо воспринимаете текст без диалогов, но я очень люблю в книгах вот эти вот моменты, когда там автор на 7 страниц начинает писать просто чистым текстом, абсолютно не останавливаясь и не прерываясь на прямые ремарки. Поэтому мне было ок, вообще нормально. Даже наоборот. Я читала, 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 потом такая, а здесь есть диалоги, потому что иногда здесь появляются диалоги. Я такая, да вы что говорите, неужели здесь есть диалоги? Более того, здесь есть сюжет. У нас, получается, вот первая книга это детство главного героя. Здесь есть три части. Самая крупная это вторая часть. Первая часть это детство в деревне, назовем это так. И вот в этой первой части появляется мужчина, который приходит к ним в гости. Сван. Он их сосед. И он живет как бы в стороне от их дома и периодически они своей семьей, и вот этот наш маленький мальчик, они гуляют как бы в сторону Свана, совершают в сторону именно его дома свои прогулки. У нас появляется собственно название романа. Во второй части мальчик воссоздает кусок жизни вот этого Свана своего соседа, мужчины. И там же он воссоздает именно роман Свана с одной из женщин, которая потом родит девочку, в которую будет влюблен наш главный герой. Я не знаю, мне кажется, вы уже запутались. Короче, есть детство главного героя. Вторая часть воспоминания о романе его соседа, от которого потом появляется девочка. И третья часть это про то, как наш главный герой уже в Париже начинает дружить с этой девочкой, с Жильбертой. Хотя мне отчаянно всю книгу хотелось читать как Жильберт, как мальчика. И все, да, то есть здесь есть вполне себе сюжет. Первая часть совершенно прекрасная. Она мне почему-то немножечко напомнила Буденброков. Именно там, где в Буденброках описано детство четвертого мужчины из четвертого поколения. Здесь тоже, здесь описывается детство, и это просто милота совершенная. Это вот эти воспоминания, как он страстно хотел, чтобы мать его целовала на ночь. Воспоминания о его тетушке, воспоминания о церковной колокольне. Все вот эти вот заметки про жителей этого маленького городка, про их быт, про этих бабушек и так далее. То есть это очень живое воплощение воспоминаний своего детства. Я на самом деле удивлена, потому что мне кажется, я бы свое детство так ни на что не вспомнила в таких деталях. Вторая часть, она более взрослая, она в общем-то про взрослого человека и про его роман с такой женщиной-содержанкой, я бы назвала это так. Там воссоздается наоборот другая фигура вот этого свана, который такой весь французский джентльмен, скажем так, который обращается в очень высоких-высоких кругах, но при этом он как бы вроде сам из буржуазной семьи. И он заводит вот этот вот роман. Там очень классно выписана вот эта семья в Вердюрене, по-моему. Короче, я не вспомню ни за что, извините, но там Саван в общем ходит в гости в салон к вот этой вот семье из-за того, что он любит девушку, которая в основном ходит в этот вот салон, скажем так, проводит вечера в этом салоне. И ты читаешь, ты прям чувствуешь, как просто очень классно выписывает вот эти все отношения, как тебя эта семья страшно бесит. И ты понимаешь, что Саван там находится только потому, что он влюблен в эту бабу. Просто любовь зла, полюбишь козу. Третья часть, это тоже очень мило, но она совсем маленькая. Она совсем маленькая, и тут как раз вот мы снова встречаемся с этой девочкой, в которую влюбляется наш маленький-маленький главный герой. Вот девочку влюбляется, когда он видит ее через забор, вот как раз в доме этого Савана, в саду. А она появляется потом в третьей части, они встречаются в Париже и начинают вместе играть на Елисейских полях. Прекрасный роман, воспоминания, такой роман, знаете, тоже чувствования очень тонкие, очень французские. Здесь вот прям французский флер, как все надо. Я говорю, у меня сложно с вот этим флером, у меня сложное отношение вообще с этим всем французским, но это было настолько тонко, действительно. Ну, я не знаю, стоит ли это вообще надо говорить, это же типа просто, камон. Меня больше всего, знаете, что восхитило? Меня восхитила действительно какая-то абсолютная импрессионистичность этого романа. Вот если вы любите живопись импрессионистов, то вот этот роман вам точно понравится. Я обожаю живопись импрессионистов. Вот уж, что я люблю у французов, так это их живопись того времени. И для меня это воплощение просто какое-то импрессионистическое именно в литературе, скажем так. потому что то, как просто выписывает чувствование цвета, света, детали, как он выписывает вот эти моменты, как он их воссоздает через ощущения, через проникновение в твою память, это наитончайше сделано, конечно, просто, ну, я не знаю, как еще это писать. Я очень сильно понимаю, почему просто так нравится Алисе, потому что, мне кажется, вот она человек, который умеет видеть эти детали. Я, честно говорю, не такой человек, это не совсем мой подход к жизни, наверное, хотя я люблю живопись импрессионистов, но вот здесь вот это ощущение, ощущение уметь видеть действительно детали, которые, может быть, даже если ты их не умеешь видеть, но они все равно остаются в твоей памяти, и, может быть, тоже ты где-нибудь потом будешь старой лежать в какой-нибудь гостинице захудалой и неожиданно начинать вспоминать все это, и это будет всплывать в твоей памяти. «Прекрасная книга», я ничуть не жалею. Да, наверное, она действительно, ну, может быть, не самая легкая, потому что она требует погружения в себя, скажем так. Там, где мы видим очень-очень много диалогов, как правило, это, естественно, читать легче, вам легче не сильно сосредотачиваться на подобном тексте. Здесь книга требует сосредоточения, определенно, да. Поэтому я соглашусь, конечно, что если вы начали читать просто, а вам через полчаса, извините меня, выходить, допустим, в магазин, то не стоит этого делать. Но если вы, как я, например, сидите в отпуске, вы понимаете, что весь день вы будете прекрасно сидеть на своем любимом диване, вы там, не знаю, зажгите тоже свечечку, включите очень классную, красивую музыку, и просто наслаждайтесь. Это легко читается. Это не неподъемный текст, совсем, не знаю, я не считаю. Возможно, это не стоит читать, если действительно ты читал только Янка Далта. Блин, это такой камень, конечно, в сторону Янка Далта, но просто, наверное, этот текст требует какой-то определенной читательской прокачки, но если она у вас есть, то это несложно. И это очень красиво, очень красиво, ну, прямо очень красиво, очень по-французски. В 2022 году прочитаю второй том. А потом я прочитала Дону Тарт, то есть я прочитала просто и поняла, что мне хочется чего-то современного, максимально современного, и я перечитала, точнее, «Маленького друга». Я уже упоминала в итогах года, что я хотела прочитать, перечитать именно вот в этом переводе очень сильно, в переводе Анастасии Завозовой. И это мой наилюбимейший роман Доны Тарт, я перечитала, я поняла, почему он наилюбимейший тоже его Анастасии Завозовой, и мне не кажется, что это роман просто про южную готику. Мне кажется, что этот роман намного-намного больше. Я сейчас объясню, почему. Сюжетно у нас здесь в прологе происходит убийство маленького мальчика из такой, знаете, классической южноамериканской баптистской семьи. И Рубина находят повешенным на дереве на заднем крыльце, а дальше проходит 12 лет, и мы встречаемся с Гарриет, с его сестрой, которая была совсем малюточкой, когда произошла эта страшная трагедия. Дальше Гарриет проводит свое лето. Это роман одного лета, на самом деле, лето Гарриет, когда она вот-вот должна пойти в седьмой класс. Это ее жаркое, такое, знаете, мучительное лето взросления. Это действительно роман взросления, но это даже роман не просто взросления, как получения некоего жизненного опыта в течение нескольких лет. Это для меня больше про то, как Гарриет была связана со своим детством таким железным тросом, состоящим из маленьких-маленьких железных тросиков. И в течение этого лета эти тросики просто один за другим отрываются и отрывают ее от этого детства. И при этом у нас есть образ Гарриет, которая, мне кажется, одна из наиболее сильнейших женщин в литературе. Ей 12 лет всего лишь. Конечно, здесь есть некая автобиографичность, потому что даже по описанию образа Гарриет мы видим, что это Донат Арт. Просто Донат Арт описывает себя в 12 лет, что у нее была тоже вот эта вот стрижка, у нее был острый нос, тонкие губы, эти прекрасные глаза и этот ум. Гарриет просто, мне кажется, именно от своей потерянности, от своего одиночества решает, что вот у нее проект на лето, она хочет найти убийцу Робина. И дальше она как бы его находит и как бы начинает ему мстить. Но тут все очень сильно как бы. Потому что да, это опять же про потерю и про терю своих ориентиров настолько, что Гарриет, оторвавшись от этого своего детства, отрываясь от него, она пытается сфокусировать все свои переживания в одной точке. И просто, чтобы окончательно не затеряться где-то в космосе вот этих вот одиноких чувств, она этот фокус переводит на одного человека, фокусируется на нем, и это ей немножечко позволяет пережить это лето. Но этот фокус еще и приводит к определенной тоже трагедии ее внутренней и к ее внутреннему росту, то, что потом изменит, мне кажется, навсегда ее жизнь. И это роман не просто как бы про южную готику, что у нас здесь есть, конечно, атмосфера Миссисипи, просто. Здесь есть и чернокожая служанка, здесь есть и змеи, здесь есть удушающий влажный климат, здесь есть вот эта вот жара, этот бассейн, куда она ходит плавать, когда зной просто ее припекает. Эти сцены, когда они с ее другом Хилли ходят ловить змей, просто мама дорогая. И семья Редлифов, которая живет в трейлерах и там старшие сыновья варят мед, тоже образ этой семейки, конечно, воссоздает вот это ощущение нагнетаемости в этом романе. Конечно, Тарта, если вы хоть раз ее читали или слышали о ней, безусловно, вы знаете про то, что она именно про воссоздание деталей, про воссоздание атмосферы через точность деталей, что у нее очень плотный, очень такой объемный-объемный текст, когда она, чтобы подвести к одному факту о герое, перед этим пишет где-то две страницы про него, и воссоздает его образ, достаточно выпукло, чтобы вы представили его в полной мере, даже если это второстепенный персонаж. Но это роман про то, как эта маленькая девочка оказывается никому не нужной, про то, как мать на нее забила, потому что мать окончательно осталась там где-то вот 12 лет назад, когда у нее умер сын, про то, как сестре на нее наплевать, потому что сестра витает в своих мирах, про то, как теткам по сути на нее наплевать, потому что тетки лишь перетирают бесконечную историю Кливов и бесконечно живут в своих вот этих вот мерках славных, замечательных домиков с каминами, с коврами и со стеклянными подставками для украшений, про то, как вот эти бесконечные тетушки постоянно занимают себя пустой болтовнёй, игривая Делоида, глупая Тед, совершенно очаровательная милая Либи, конечно же адмиральша Эдди, вот эти все ее тетки, точнее, это как бы ее бабушки Гарлетт, но при этом она их называет тетями. Меня восхитило то, как Тарт выписывает вот эти ключевые моменты, когда Гарлетт действительно познает одиночество в полной мере, это когда к тому одиночеству, которое у нее уже есть, и она начинает терять детство, когда она начинает терять своего друга, когда она теряет их еду, которую, по сути, заменила и мать, это как раз чернокожая работница, которая работает в их доме, когда она теряет свою цель, которую она поставила себе за лето. И вот все эти ключевые моменты, они как бы отрывают ее от этого мерка, в котором она там болтается и пытается прилепиться к кому-нибудь из своей семьи, и при этом это не просто такая сломленная девочка, которая не может себя найти, не может найти в этой семье и пытается занять сама себя, но еще и потому, что это очень-очень сильная девочка. Когда ты дочитываешь этот роман, ты просто черт возьми, вот как Хилли здесь в конце говорит, что другому нельзя, говори, что хочешь, мне все равно сказал, Гарри просто гений, но Гарри действительно чертов гений, и ты просто читаешь и думаешь о том, что вот во всем этом, в погружении вот в эту пустоту семейную, в погружении в эту грязь Редлифов, которые просто отбитые мужики абсолютно, с которыми оказывается связана Гарри, во всем этом Гарри просто держится не то, что как молодцом, она держится как будто у нее за плечами какая-нибудь вьетнамская война, настолько она сильный персонаж, и просто хочется, знаете, после этого романа найти внутри тоже свою какую-то Гарри, которая смогла бы справиться с этим миром, потому что ты смотришь, как с этим справляется Гарри раз за разом, постоянно, и ситуация, ситуация, как она твердо принимает решения, как она твердо следует своим решениям, как она боится и при этом все равно идет дальше, хочется найти вот эту внутреннюю Гарри и быть такой же. Не знаю, мне кажется, это, говорю, не просто южная готика, это не просто роман взросления, это романа Гарри, черт возьми, а вот такой Гарри, которому хочется, чтобы у каждой девочки, у каждой девушки, у каждой женщины была своя вот эта внутренняя Гарри. Роман намного сложнее, мне кажется, психологически, чем Чегол, чем Тайная история, потому что Тайная история, она все-таки более привилегированная, что ли, Чегол, он очень эстетский все-таки, ну, это роман об искусстве, он не может быть другим, безусловно, а это роман о дне жизни, о дне жизни психологическом, о дне жизни физическом, в том числе, потому что здесь очень много вот этой семьи Редлифов, она, естественно, так как Дона так прекрасно воссоздает атмосферу, предметность, ощущение мира, то мы мир Редлифов ощущаем так, как будто мы в нем живем, и это просто жуть, мрак, грязь, и все такое, и это, наверное, самый действительно мрачный и грязный роман Дона Тарт, потому что он больше всего про реальную жизнь, и от этого он еще более страшный, конечно же, но от этого он еще более, больше мне нравится, от того, что он гораздо более жизненный. Я только очень сильно хочу, чтобы все читали именно этот роман, естественно, а не только Щегол, и мне кажется, вот если вам не понравился Щегол, точнее, если вы прочитали Щегол и не поняли, в чем вообще вся суть Доны Тарт, почему все так ее любят, то, может быть, стоит прочитать вот этот вот роман, и вы поймете. Просто великий роман, безусловно. И мне жаль, что он как бы признается действительно всеми, что это не самый популярный ее роман. Не знаю, мне кажется, он самый лучший у нее. И потом я прочитала Элизабет Макьюм, Мастерская кукол. Я поставила три из пяти. Я в книжных покупках говорила, что это странные покупки. Я не понимаю, почему я это взяла. Хотя я взяла, потому что мне понравилось, как она раскрывается. Я слишком люблю мягкие обложки. Я взяла, потому что это Нео Викториана. Ну, как бы, да, три из пяти. Это хорошая Нео Викториана на один раз. То есть, вы знаете, вот есть Нео Викториана, которую мне хочется просто сжечь, прочитав все максимальные какие-то проклятия на голову автора этого романа. Это я сейчас просто говорю про книжные хроники Анимент Крампа. Потому что это не Викториана, а это просто какое-то говно на палочке. Ненавижу этот роман. Мне кажется, ладно бы он был просто плохо написан, в смысле, просто плохо персонажей раскрытый, так там еще и абсолютно отвратительно воссоздана атмосфера Лондона. Человеком, который вообще, мне кажется, даже не старался, просто, а, меня трясти начинает от этого романа. Нет, вот этот нормальный роман. Здесь все-таки автор старается. Она хорошо воссоздает Лондон, когда строилась как раз вот эта вот гигантская их теплица для всемирной выставки. Она хорошо подошла именно к ощущениям 19 века. Здесь она пытается раскрыть еще и какой-то странный такой образ жизни не викторианского Лондона, потому что один из героев у нас здесь чучельник. Здесь есть некое ощущение триллера, потому что у нас здесь есть немножечко про маньяка. И, конечно, у нас здесь есть любовный роман, потому что главная героиня, она становится моделью для одного из художников прерафаэлитов и становится его любовницей. В общем, это такая, знаете, прям супер смесь не викторианского триллера, любовного романа и попытки воссоздать эпоху. Это не самая плохая вещь, это симпатичная вещь. Вот чисто расслабить мозги, да, почему бы нет? Если вы любите Неовикториану и ищите что-нибудь такое, чтобы это было не совсем плохо, и при этом, чтобы это не сильно вас грузило, то можно как бы прочитать с большим удовольствием. Он не сильно большой, он приятненький. Единственное, что вот мне как раз не понравилось, то есть если бы автор смогла все-таки лучше выписать прерафаэлитов и вот этого художника, и вообще вот эту любовную линию, то я бы все-таки поставила эту роману 4 из 5. А так она, конечно, ну, не дотянула, не довывезла именно вот эту часть с живописью, с прерафаэлитами. Я, в общем, влепила 3 из 5. Но на один раз я советую, да, можно, почему бы и нет. Такое счастье, что она стоила недорого, и я буду ее анхолить. И потом я прочитала, господи, где мой список? Я прочитала Эн Пэтчен, голландский дом. Вот это была моя последняя книга, декабря. Про нее будет в отдельном выпуске. Ничего не буду рассказывать, чтобы вы потом пошли посмотрели отдельный выпуск. Он будет где-то там, скорее всего, вот после этого выпуска прочитанного. Прекрасный совершенно, конечно же, роман, семейный роман, моя любимая Эн Пэтчен. Все будет в отдельном выпуске. И просто, если бы вы видели сейчас мою стопку, мне хочется рассказать про вот этот роман, потому что я его не дочитала. Я обычно не рассказываю про романы, которые я не дочитала, которые я бросаю, допустим, где-то там на страницах, Но этот роман был мной купленный, я столько возлагала на него надежд, и он меня так выбесил, что мне хочется просто сказать, пожалуйста, если вы сомневались, читать или не читать, не читайте, пожалуйста. Это просто кошмар, я не знаю, это какой-то за что, вот и зачем. Вот такие у меня были надежды на этот роман. Я только из-за него прочитала Диккенса Акреда так быстро и так скоро. Короче, это роман про то, как Симмонс делает главным героем Уилки Коллинза, и Уилки Коллинз рассказывает про то, как однажды после катастрофы на железнодорожной в Стейпл-Хёрсте Диккенс встречает таинственного незнакомца Друда, и дальше у него сносит крышу. И я прочитала в страниц-100, мне адски хотелось, во-первых, залепить пощечину Симмонсу, во-вторых, просто вытянуть это в окно, сжечь и так далее. Потому что Симмонс выписывает фигуру Диккенса так, как будто он её максимально ненавидит. Я прям чувствую вот эту ненависть к Диккенсу за то, как он относился к своей жене. Нет, никто не говорит, что Диккенс как бы молодец за то, как он относился к своей жене. Но это и не значит, что, блин, он был вот настолько плохим человеком. Во-вторых, здесь выписывается фигура Коллинза так, как будто бы он был максимально отвратительным другом. Но дружба между Диккенсом и Коллинзом была достаточно нежной. Другое дело, что Диккенс действительно был сложным человеком, и у него были периоды, когда он отталкивал своих старых друзей, в том числе это произошло и с Уилки Коллинзом. Этого тоже отрицать нельзя, но до этого момента они были прекрасными друзьями, и Коллинз был как раз одним из немногих, кто часто ночевал у Диккенсов. И вот эти прекрасные сцены, когда Коллинз жил в другом графике, чем Диккенс, он там пытался спать в библиотеке, а Диккенс всё время прибегал, его тормошил и куда-то с собой увозил. Да, Коллинз был тем, с кем Диккенс ходил по злачным районам и опускался на это дно бедных людей. Это была хорошая дружба, несмотря ни на что. А здесь Симмонс выписывает Коллинза настолько противным персонажем, настолько завидующим, настолько злословным, настолько едким, настолько неприятным, что меня начало просто тошнить где-то через 20 страниц. Я не могла. Наверное, если вы ничего не знаете о Диккенсе, наверное, если вы не особо читали его романы, наверное, если вы не очень вообще что-то знаете о Уилке Коллинзе, вам будет нормально. Но когда ты уже всё-таки больше об этом знаешь, о том, что происходило, ну, сложно говорить про реальность, да, потому что все биографии, это так или иначе, воссоздание по документам и по письмам, но то, что мы видим по письмам и по воспоминаниям, не совпадает с тем, что пишет Симмонс. И для меня это просто удивление. Ну ладно бы, он ещё и написал как бы просто таких отвратительных мужиков. Окей. Так он ещё и просто плохо здесь почему-то пишет. Там, где в терроре он мастер воссоздания атмосферы, языка, где у него всё так гладенько, огонь, здесь просто какая-то чушь. Здесь идёт кусок биографии, кусок биографии максимально злоязычной, максимально какой-то ненавистной к Диккенсу и Коллинзу. Потом идёт вот такой вот кусочек какого-то художественного текста. Потом снова идёт кусок биографии. Я как будто реально читаю какую-то выжимку из Акрата, написанную не Акратом, к сожалению, человеком, который максимально ненавидит этих двух людей, Луки Коллинза и Диккенса. И снова кусочек вот такой художественный. Я такая думаю, Симмонс, алло, а где художественная проза? Это ужасно. Это вот, ну, только если вы вообще не знаете, кто эти люди, можно прочитать. А так, если вы знаете, не читайте, пожалуйста. Это испортит вам настроение. Это создаст у вас неправильное впечатление об этих людях. Лучше почитайте биографию Акрата или просто почитайте их романы. Всё, на этом я заканчиваю. Выпуск и так будет очень длинный. Господи, больше всего я волнуюсь, что я недостаточно увлекательно рассказала про маленького друга и что это не заставит вас прочитать этот роман. Ну ладно. Вот у меня получилось 17 книжек. Та же, если из них 5 очень тоненькие, окей. Всё равно это был мощнейший декабрь. Я не могла про него не рассказать. Я рассказала. Обязательно читайте эти вещи. Ну, читайте Диккенса, только если вы фанат-фанат. И мы увидимся с вами в выпуске по НПЧ, про голландский дом. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующего видоса. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok